привет друзья я рад вас приветствовать на канале 2 копа и с вами как всегда я донат гонзалес давненько меня не было давненько я не гулял по лесным дорогам то есть как бы давненько не копал и не выпендривался вот отпуск начался как надо в кавычках немножко заболел была температура в общем простудился так что пришлось несколько дней в таком сберегательном режиме провести но сегодня я чувствую себя лучше и решил вот продолжать на том месте где закончил и продолжать двигаться дальше видео о том как я не выпендриваюсь а копаю как все обрело определенную популярность и в группе на фейсбуке которые я приглашаю вас всех присоединиться ссылка есть под видео там уже даже хэштег был введен копал как все не выпендривался в общем переходите и смотрите сами ну а мы начинаем наш коп надеюсь что сегодня что-то интересное тоже будет в этот раз проходя уже вроде бы знакомые мне места я удивлялся насколько лес преобразился за эти несколько дней красавица осень распустила свое бальное платье его оборка из цветных листьев разлетелась по всему лесу в лесу я встретил моего старого знакомого он все также усердно долбил сосновую сушину за дело принялся и я первый сигнал вот такая вот непонятная непонятная хрень взял себе за правило начале каждого копа всегда показывать первый сигнал каким бы он не был вот такой вот он этот первый непонятный сигнал сигнал номер два кольцо чермет но кольца звенят и пока еще не придуман такой дискриминатор который мог бы кольца отсеивать что-то очень звонко я был 99 тоненькая что-то очень тоненькая цветное как от консервной банки но было очень звонко 99 водоишка и такой маленький тоненький такой резкий сигнал на пути встречались семейства грибов знакомых и не очень вообще я в грибах не очень разбираюсь да и не охотники хотя маринованные или соленые да с картошечкой конечно люблю вот такая вот длинная пуля стреляная но никуда не попавшая такая длинная похоже на рисаку но и не уверен что это именно от нее пуля ну такая прикольная красивая без шмурдяка конечно не обошлось без него ни один коп не обходится вот без монет бывает но спешу добавить что это не тот случай успевал копать и конечно не мог не поделиться с вами видами красавицы осени любимое время года поэтов философов романтиков и меланхоликов осень такая же пьянящая как и весна но ее зелье действует совершенно иначе я пришел оттуда здесь идет параллельно дорога как бы назад немножко под углом уходит думаю чуть-чуть по ней пройтись вперед вдруг что выскочит вынырнет интересно но если нет пойду дальше по тому же пути по которому шел монет может не быть но шрапнель она на каждом копе присутствует всегда ну вот бывало уже такое на копе на лесных дорогах до этого это кусочек поиска от снаряда медного это очень частая находка на самом-то деле набрел на место где из корзины танцующей осени просыпались красные яркие мухоморчики наверное нужны для изготовления зелья которым я говорил ранее вот оттуда я пришел разведал дорожку что уходит направо прошел буквально метров десять и здесь снова поворот налево думаю тоже пройти немножко разведать что за просека ну и я иду прямо как-то вот так клён настолько яркий что создается иллюзия что лес солнечный то есть многие деревья такие яркие что несмотря на то что сегодня пасмурно идешь и кажется что светит солнцем такая иллюзия создается приятно все помнят гриб из детства распространяет споры вот таким вот интересным способом вообще очень грибы мир мир царства грибов очень интересная штука кажется что они какие-то не от мира сего инопланетные создания случайно нашел или земляной дед на что-то намекает не знаю вот такой маленький кусочек меди с какой-то надписью наверное остатками надписи что это было теперь уже кто его знает свернул на такую на первый взгляд тупиковую дорожку но видно старая старая древняя заросшая решил ее пробить и здесь даже не нужно копать лежит такая вот сверху водочная красавица ну советская ну как будто вчера только сорвали наверное платье осень состоит преимущественно из кленовых листьев клёны стоят словно факелы среди желтовато зеленой дымки молодых берез и сосен как не смотреть и как не любоваться этим кое-где встречаются осенние цветы такие робкие застенчивые наверное потому что не такие яркие на фоне этого красно-желтого осеннего танго и тут же рядом серое небо и гуси летят ведя перекличку а я мысленно прощаюсь до весны вздыхаю и закусив от чего-то губу иду дальше вот мне объяснить друзья откуда в лесу на заброшенной старой дороге кусок канализационного люка он сюда просто реально телепортировался каким-то образом здоровенный кусок канализационного люка все что угодно но но это думал монета копеечка уже обрадовался что хоть сегодня хоть одна монета вы но нет это вот такая вот пуговица с узором с таким инопланетная походу от инопланетянин посередине и сверху звезда из средняя из пояса ориона и он просит его забрать обратно вот такая вот ну инопланетная пуговица это тоже как говорится находка не думаю что она больно древние пластиковый задник медный перед но ребятки кто знает что это такое не все знают нет это не зеркало и не отражатель эта крышечка от пепельницы какой-то из советских автомашин может москвич может джигуль ну может среди моих зрителей есть такие специалисты которые скажут более точно но это но по моему она но какая красава выскочила сегодня дед надо мной издевается не то чтобы копеечку мне подкинул а даже пол копеечки типа чтобы я знал свое место надо срочно подкармливать деда чем-то как говорится спасибо дед я все понял два раза повторять не надо вернее три два раза он уже повторил ломаный грош и болт сверху странно но снова повстречался пожилой дядька идущий с болот неподалеку с полным ведерком крупной клюквы улыбнулся поздоровались с этим красавчиком посреди дороги тоже резать не стал незачем да и некуда ложить ну наконец-то жамкнул лопатой правда но все равно хоть что-то выскочило не знаю может ли это быть но похоже что сорок пятого года 10 копеек обидно понимаешь жамкнул лопатой вот она моя родная стрелянная я уж думал не попадется сегодня но это сарказм конечно для тех кто не понял вот такая вот убитая монетка это 15 копеек пятьдесят пятого года это наверное было пятьдесят четвертого пятьдесят пятый год но убитая ну вот ребят в этом живописном месте на сегодня решил закончить уже начинает смеркаться темнеть вот но мы продолжим следующий раз надеюсь что вам понравился сегодняшний коп был интересно вместе со мной ставьте лайки подписывайтесь ну а мы продолжаем успевает брусника стали дни холоднее и от птичьего крика в сердце стало грустнее стаи птицу летают прочь за синее море все деревья блистают в разноцветном уборе солнце реже смеется нет в цветах благовония скоро осень проснется и заплачет с просонья